Всё, что вы хотели узнать о стиле, но боялись спросить. Лукбук. София Принц. Стиль – это простой способ говорить о сложных вещах. В эфире Лукбук – самое честное шоу о моде, где будут раскрыты все секреты стиля. С вами София Принц, и я официально беру на себя ответственность не упускать из виду ни один тренд. Обещаю держать вас в курсе последних модных тенденций и не забывать о том, как выгодно подчеркнуть свои достоинства. Классическая костюмная жилетка. Тренд, который девушки забрали себе из гардероба бойфренда. Важно не превратиться в архаичный экспонат, дамы, хорошие. На что нужно обратить внимание? Рубашка уже выглядит так, как будто она носит ее целую неделю. Мы легко найдем ответы на вопросы прямо сейчас. Порой для того, чтобы завладеть сердечками миллионов поклонников, нужны лапы, хвост, ну или хотя бы ушки. Некоторые владельцы домашних питомцев так сильно влюблены в своих пушистых друзей, что и сделали им свои странички в Инстаграм. Мы изучили всех знаменитых питомцев и готовы рассказать о пяти самых милых животных, которые разбавят вашу ленту и поднимут настроение. Итак, мы начинаем наш стильный рейтинг. Открывает рейтинг самая необычная кошка на планете по имени Венера. Она стала настоящей звездой интернета. Ведь половина ее симпатичной мордочки одного цвета, а вторая половина другого. Дополняет картину два глаза разного цвета – зеленого и голубого. Удивительный окрас кошки Химеры появился из-за генных мутаций. Несмотря на то, что у Венеры много поклонников, которые любят уникальную внешность, есть и те, кто сравнили кошку с суперзлодеем из темного рыцаря. Ну а мы считаем, что у Венеры определенно самый стильный окрас на планете. И отдаем ей пятое место. Шиншилла Мистер Бэйгл – не просто милый сверев, а настоящий борец за права животных, который призывает своих подписчиков в Инстаграме отказаться от миховой одежды. Хочется верить, что у Мистера Бэйгла все получится. Ведь не просто так он набирает армию поклонников в социальных сетях. В свободное время мохнатый зверь гуляет по своей клетке, наслаждается обстановкой и, конечно, позирует для новых фотокарточек. Золотую середину у нас сегодня занимают колючие маленькие животные. Действительно неожиданно, но у ежиков есть своя страничка в Инстаграм. У этих домашних пукликов любимая поза кверху лапками. Но если колючего симпатяку нарядить или сделать ему массаж, то это может набрать очень много лайков. Но ежики тоже бывают стильными, особенно когда они в шляпах или других аксессуарах. Знакомьтесь, самая популярная кошка Инстаграм – Нала. Эта красавица – плод любви полосатой и сиамской кошек. В пять месяцев она оказалась в приюте. Налу спасла добрая девушка. И помимо дома она подарила своему питомцу интернет-популярность. Кошка стала одним из символов борьбы с проблемой бездомных животных. Сейчас ей 7 лет, но, надо признать, своего шарма она не теряет. Милый пёс Джип из Лос-Анджелеса – звезда в мире животных. Он успел принять участие в съёмках клипа Кэти Перри, установить два рекорда, как самый быстрый пёс, бегущий на двух лапах, и покорить сердца 10 миллионов подписчиков. О такой славе мы, люди, можем только мечтать. В то время, как Джип посещает новое шоу на телеэкранах Америки, у этого пушистика есть свой гардероб, фотограф, сценарист и много всего остального. Жизнь померанского шпица точно удалась, а мы ставим ему лайк и отдаём первое место. Теперь мы точно знаем, как поднимать настроение с помощью милых профилей. А вот как радовать тебя, когда смотришь в зеркало? Об этом мы поговорим с вами прямо сейчас. Ещё один тренд, который девушки забрали себе из гардероба бойфренда – классическая костюмная жилетка, которую дизайнеры предлагают носить в этом году самыми нестандартными способами. Как найти идеальную модель и с чем её лучше всего сочетать? Ответы на эти вопросы мы узнаем совсем скоро. Прошу нашу модель показать свой образ с костюмной жилеткой. Разобрать образ на детали, указать на ошибки и подчеркнуть достоинства нам поможет стилист Константин Кошка. Всем хай в этом чате. Константин Кошка знает всё о стиле, трендах и сочетании одежды в каждом гардеробе. А ещё он точно знает, почему комплект нашей модели не является актуальным. Пощады не будет. Записывайте всё по пунктам и запоминайте. Ведь Константин Кошка выходит на разбор образа прямо сейчас. Всем хай в этом чате. Приветствия. Доброе утро, Костя. Скажи, пожалуйста, какие ошибки совершены в данном образе? Конечно, жилетка сейчас в тренде, но важно не превратиться в архаичный экспонат, как получилось у нашей Юли. Да, моя хорошая. Складывается такое впечатление, что она собралась в музыкальную школу пару веков назад. А сейчас я предлагаю рассмотреть ошибки в данном образе. И ошибка номер один – это тестовое сочетание. Не стоит сочетать такую жилетку с обычной белой рубашкой и клетчатой юбкой такого фасона, потому что складывается впечатление, что на шее Юля осталась на второй год. Ошибка номер два – то, что очень бросается в глаза – это мятость рубашки. Юля прошла только туда и обратно, а рубашка уже выглядит так, как будто она носит её целую неделю. Отдавайте предпочтение рубашкам из более плотного материала и смотрите состав при покупке. И ошибка номер три – пара обуви, которая занимает отдельное место в моём сердечке. Лоферы похожи на реплику одного известного бренда. Пожалуйста, не стоит покупать такие, отдавайте предпочтение более нейтральным моделям. А сейчас я предлагаю, наконец-то нашей Юле переодеться и перевоплотиться в новый образ, ведь мы все так этого ждём. Наша прекрасная модель переоделась. Давайте посмотрим дефиле с новыми актуальными деталями от стилиста Константина Кошки. Вау! Посмотрите, как Юля наша теперь актуально и свежо выглядит, хотя осталось всё в той же самой жилетке. Я бы хотел рассказать о том, как эту жилетку ещё можете носить вы. Вариант номер один – с блузкой с пышными рукавами. Это поможет подчеркнуть вашу женственность, элегантность и формы. Не забудьте добавить элегантный бантик и джинсы на завышенной талии. Вариант номер два – практически такой же, как на нашей Юле, только без блузки с пышными рукавами и элегантным бантиком. Да-да, вы не ослышались. В таком луке вы точно не останетесь без внимания. И вариант номер три – более классический и многослойный, в составе костюма тройки. То есть это у нас жилет, брюки и пиджак. Я рекомендую выбирать весь образ из одной ткани, чтобы оставаться в одной цветовой палитре. Спасибо тебе, Костя. Расскажи, пожалуйста, как выбрать модную жилетку и на что обращать внимание. Если вы собрались покупать жилет, во-первых, в примерочной обращайте внимание на то, как она на вас сидит, чтобы она была не большая, не маленькая, не вызывала дискомфорт, ни в коем случае не был открыт живот. Во-вторых, обращайте внимание на материал, чтобы она была плотной, держала форму, как у нашей Юли, я думаю, вы это видите. И в-третьих, пожалуйста, никакой золотой фурнитуры, цепочек, страз, вышивки – это всё позавчера. Спасибо тебе, Костя. С каждым выпуском наша программа становится всё более познавательной. Такие вещи нужно записывать, чтобы знать, как выглядит стильно. Предлагаю сфотографировать данный образ и поместить его в наш лук-бук. А в конце сезона мы разберём все главные тренды текущего года. Обожаю это занятие. Благодарю нашего эксперта и модель и перехожу к следующему немаловажному аспекту моды. Bye! Наступило холодное время года. И кто бы что ни говорил, но именно в этот сезон можно одеваться максимально ярко, необычно и стильно. Какие тенденции покоряют сейчас детский мир моды? На что нужно обратить внимание? Благодаря стильному обзору фэшн-минутки мы легко найдём ответы на вопросы прямо сейчас. Доди Галаев. 13 лет. Харизматичный, стильный и талантливый парень не только в фэшн-индустрии, но и в шоу-бизнесе. Снимается в клипах со звёздами, ведёт мероприятия и принимает участие в модных показах. В свободное время любит рисовать и играть в футбол. А сейчас Доди покажет нам, как нужно одеваться в этом сезоне. Смотрите внимательно за перевоплощениями и ничего не пропустите. Ну а нам с вами пришла пора прощаться. Вы смотрели модное шоу «Лукбук София Принц». До встречи на следующей неделе. И помните, мода уходит и возвращается, а стиль остаётся навсегда. Будьте стильными. Пока-пока. Всё, что вы хотели узнать о стиле, но боялись спросить. Лукбук Софии Принц.